Всем привет! Я Мила Деменкова и в этом видео расскажу вам про священный город Гакарна, который находится на севере штата Карнатака, почти на границе со штатом Гоа, в Индии. К сожалению, в момент жизни в Гакарне я видео не снимала, ибо было лень, поэтому просто буду рассказывать и показывать фотографии по мере рассказов. Итак, почему же Гакарна священный город? По легенде, в Гакарне родился главный индийский бог Шива. Из уха священной коровы. Кстати, название Гакарна переводится как священная корова. Таким образом, в Гакарну едут очень многие паломники шиваиты из Индии, поэтому там на главных улицах города всегда очень много людей. В том числе, интересно наблюдать за костюмами индийских девушек, за одеждой индийских женщин. В Гакарну можно просто приходить на экскурсию. Можно также зайти в главный храм города, посмотреть на священную корову и быка. Они действительно огромных просто размеров по сравнению с другими индийскими коровами, которых я видела. Там не очень приятно пахнет, но многие туда ходят, естественно, потому что это храм, и это интересно. В Гакарне есть священное озеро. Вода туда привезена с Ганга. И считается, что тот, кто искупается в этом озере, очистит свою карму. Озеро очень глубокое, но, несмотря на это, многие паломники приходят туда и купаются, чтобы чистить свою карму. В самом городе Гакарна можно купить сувениры, можно купить одежду. Там небольшой выбор, но на центральной улице продают. В принципе, очень много магазинов есть, но приличной одежды мало. Также можно купить фрукты. По четвергам там в Гакарне организуется фруктовый рынок и овощной рынок. Что касается цент в Гакарне, то там они ниже, чем в Гуа. Но процентов где-то на 30. Мне очень нравилось кафе на нашем пляже. Это итальянское кафе, у них там итальянская печка. Они очень вкусно готовят пиццу, и индийские блюда там тоже очень вкусные, поэтому рекомендую настоятельно. Пожалуй, Гакарна – это один из моих любимых городов в Индии. Ну, скорее, не городов, а пляжей. Но давайте сейчас расскажу вам про пляжи. Итак, в Гакарне есть главный пляж Гакарны. Он тянется на несколько километров, но, на мой взгляд, он уж очень грязный. То есть сначала в начале пляжа впадает река, а дальше… Ну, там в основном отдыхают индийцы, поэтому там грязновато. Также есть пляж Кудл. На него нужно идти пешком, либо же ехать на тук-туке частично, а частично идти пешком. И вот это уже пляж, который действительно борется за звание одного из лучших пляжей в Индии, на мой взгляд. На пляже Кудл в основном отдыхают европейцы или израильтяне. Там прям целое сообщество организовалось. Что касается жилья. На пляже Кудл есть всего один приличный отель, а все остальное жилье – это бунгало. Либо сплетенные из листьев кокосовой пальмы, либо бетонные бунгало. Бунгало из листьев кокосовой пальмы без туалета стоит 250-300 рупий в сутки. Туалет отдельно общий на несколько домиков. Также там есть бетонные бунгало, которые можно арендовать за 500 рупий в сутки. И бетонные бунгало уже поприличнее. У них есть свой туалет. Но, опять-таки, нужно искать нормальное бунгало, потому что некоторые представляют из себя маленькую комнату, где стоит бетонный настил и на нем лежит матрас, кровать, закрытая москитной сеткой. Собственно, все, больше никакого убранства у бунгало нет. Поэтому жилье там весьма аскетичное. Даже стекол на окнах нет, а поставлены какие-то решеточки небольшие. Что касается интернета, то интернета в Гакарне практически нет. То есть скорость его настолько мала, что для работы это место категорически не подходит. Я это говорю как человек, который работает в интернете. И если вы хотите жить в Гакарне, то нужно покупать 3G модем. До пляжа Кудл можно добраться тремя способами. Итак, первый вариант пешком вдоль побережья. Но не совсем вдоль побережья, а как бы надо подняться на холм и потом спуститься. Мы поднимаемся к храму, потом идем по таким породам вулканического происхождения и оказываемся на пляже. Идти минут 20. Также можно идти по дороге, по которой ездят тук-туки. По дороге тоже идти минут 20, но там виды не такие интересные, как если идти по первому пути. Также можно доехать на тук-туке и поездка обойдется в 60 рупий. Но если вы едете обратно с большими рюкзаками, то тук-тукеры просят 100 рупий. Можно садаговаться до 80, но не меньше, потому что они видят, что вы в безвыходной ситуации находитесь. А идти пешком с рюкзаками может быть довольно тяжеловато, потому что там горки. Следующим за пляжем Кудл будет пляж Ом. Он многим нравится, но мне он не пришелся по душе, потому что там очень много индийцев и пляж сам грязноват, он не такой широкий, как пляж Кудл. Там нет такого количества жилья на выбор, несколько кафе есть. Но пляж, честно говоря, на любителя. Сходить прогуляться туда стоит. С пляжа Кудл туда идет тропа пешеходная, можно дойти буквально минут за 15. Также в Гакарне есть еще пара пляжей, но на них я, к сожалению, не была. Там вроде как нет жилья почти и не слышала отзывов про них, поэтому говорить ничего не буду. Это Half Moon Bay и Paradise Beach. Таким образом, если вы отдыхаете в Гуа, особенно в Южном Гуа, то я вам настоятельно рекомендую посетить Гакарну хотя бы на 1-2 дня и поселиться на пляже Кудл, поплавать там в море, посмотреть на дредастых людей, которые поют песни, играют на барабанах и поучаствовать в веселье. Потому что атмосфера на пляже Кудл очень такая более чем располагающая и гораздо спокойнее, чем в Рамболе. На пляже Кудл интернет, Wi-Fi есть только в одном шеке на берегу, а в Бунгало Wi-Fi нет нигде. Если вам нужно поменять или снять деньги, то в Гакарне есть банкомат, либо же нужно зайти в любое туристическое агентство, там вам поменяют деньги. Таким образом, Гакарна, на мой взгляд, стоит того, чтобы ее посетить, особенно если вы отдыхаете в Южном Гуа, ехать достаточно близко. Ссылки на другие видеоролики о путешествии по Индии вы найдете в описании к данному видео. Спасибо за то, что посмотрели этот ролик. Напомню, что с вами была Мила Деменкова. Вы можете подписаться на мой канал, ссылка на подписку вот здесь, и следить за выходом новых видео о бюджетных путешествиях по Индии и другим странам мира. Пока!